Как в лучшие советские времена, очереди на приватизацию жилья с ночными дежурствами и номерами на руках. Почему, чтобы оформить документы кировчанам, не хватило отпущенных для этого 20 лет? Новые бюджетные вливания для спасения Кировского аэропорта и столичная презентация нашего региона для зарубежных инвесторов. Вятка-биополис, месторождение нефти, котельнический динопарк и детский космический центр – наши точки роста. Обзор экономической жизни региона. Улица как музей, музей как улица. Если человек не спешит познакомиться с лучшими образцами современного искусства, то искусство придет к нему. Наш проект недели. Семь дней из жизни Кировской области. Факты персоны цифры. Здравствуйте, это программа «Вести события недели». Очереди из желающих бесплатно приватизировать жилье стали самой обсуждаемой темой этой недели. Никому не хотелось после 1 марта приватизировать свою квартиру за немалые деньги. Удивительное в этой ситуации, что приватизация жилья началась почти 20 лет назад. Сроки ее окончания переносились несколько раз. И все потому, что каждый раз за две недели до дня Х находились сотни тысяч граждан, не успевших оформить документы. Вот такая картина на неделе наблюдалась в Москве. Люди затем наготовились брать штурмом кабинеты чиновников, оформляющих документы. И это при том, что здесь уже давно установлены электронные терминалы. Но даже супертехника ничего не может поделать с нашим особым российским менталитетом. Откладывать решения важных дел на последний день. Кировчане гармонично дополнили общую картину ажиотажа вокруг приватизации жилья. На неделе вместе со всеми в кабинеты Кировского агентства по работе с предприятиями и имуществом попытался пробиться и наш корреспондент Иван Швецов. Подзабытая еще в 90-х годах слово «приватизация» снова у всех на слуху. Накал страстей в коридорах агентства «Арпи» то и дело доходит до точки кипения. Люди в спешке собирают документы, боятся не успеть или упустить свою очередь. Дежурить со списком в руках приходится сутками. Ведь уже через две недели бесплатную приватизацию квартир должны будто бы отменить и заменить на платную по рыночной стоимости жилья. У нас есть дети, ради которых мы делаем эту приватизацию. Вот мне она не нужна. Я уже неделю сюда отхожу и отпрашиваюсь с работы. Не хотели вначале, а потом расстали приватизировать. И мы тоже стали так же, чтобы осталась внучка квартира. Чтобы потом государство не забрало, как было написано в газете, что будут проверять жилищные условия, договора будут заключать. И вот из-за этого, потому что кто бы знает, как потом повернется все. Чтобы принять как можно больше людей в оставшееся время, был изменен рабочий график чиновников. Теперь подать документы на приватизацию можно в будние дни. С 7 утра до 19 часов. В пятницу с 7 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 7 до 16 часов. Вот обычные дни мы в месяц принимали 150, 120, 170 человек. Сейчас у нас практически каждый день мы принимаем 120 человек. В таком режиме, конечно, работать очень тяжело. Бесплатная приватизация жилья в России шла больше 20 лет. Ее сроки продлевались дважды. За это время в собственность по экспертным оценкам было оформлено около 70% квартир в стране. Однако до сих пор непонятно, почему об окончании приватизации не было напомнено заранее. Ведь эта тема касается чувствительного для миллионов россиян вопроса. Для большинства кировчан эта новость свалилась как снег на голову в начале февраля. Сказать, что это чья-то недоработка, это, наверное, точнее, особенность характера россиян. То есть оставлять все на последний день. Ну, конечно, может быть, в каком-то степени и наша эта недоработка, чтобы могли, наверное, сообщить, что заканчивается приоритизация. На будущее мы учтем данный момент. И буквально в тот же день, когда мы готовили к эфиру этот сюжет, пришли обнадеживающие новости из столицы. Депутаты Госдумы решили поддержать инициативу президента Владимира Путина о продлении сроков приватизации жилья еще на два года. Законодательно это решение планируется оформить уже на следующей неделе. А между тем в Кирове выстраиваются другие очереди, не уступающие тем, что мы сейчас видели в сюжете. И что же теперь желают приобрести кировчане? Как неудивительно, Миша, очереди сейчас выстраиваются за семенами рассады. Кировские садоводы готовятся к открытию нового сезона. И в этом вопросе им тоже готовы помочь законодатели. На первом в этом году пленарном заседании областного заксобрания в окончательном чтении был утвержден закон о государственной поддержке садоводческих обществ. Документ во многом пилотный и базовый. Никогда прежде не уделялось столь большое внимание проблемам садоводов. А таковых в нашей области каждый третий житель. Новый закон позволит обеспечивать людей качественными сельхозкультурами и удобрениями. Кроме того, садоводы смогут участвовать в принятии административных решений в своей сфере. Но, как отмечали инициаторы нового закона, этот документ только первый шаг. Для его финансирования потребуется принятие дополнительных распоряжений на уровне областного правительства. Финансовая поддержка области и весьма существенная потребуется еще одной сфере – транспортной. А конкретно – аэропорту Победилова. На неделе депутатам ЗАГС Собрания был представлен проект развития региональных перевозок. Это часть масштабной программы, которая была принята по инициативе полпредопрезидентов ПФО Михаила Бабича. Предполагается, что из Кирова в Пермь будет 14 рейсов в неделю. Столько же в Нижний Новгород, в Уфу – 3 рейса, в Самару – 10 рейсов в неделю. Одна из главных проблем – нехватка самолетов. Вопрос о том, какая компания возьмет на себя функции авиационного такси, должен проясниться к середине марта. Другая проблема – состояние самого аэропорта. Об этом депутатам ЗАГС Собрания докладывал новый руководитель предприятия Андрей Жданов. Аэропорт погряз в долгах, и сегодня предприятие не способно обеспечить нормальное финансирование своей работы. По 2012 году пассажиропоток у нас составил 34 тысячи человек, то есть по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 7%. По отношению к предыдущим годам, в 2012 году у нас снизилось количество самолетов-вылетов, количество регулярных межрегиональных направлений немного снизилось. Мы перестали летать в 2012 году в Сочи, перестали летать в Санкт-Петербург. Во-первых, это связано с тем, что авиакомпании, которые приходят на наш рынок, они, как правило, ставят условия, что они готовы работать на рынок в Кировской области, но готовы работать на безрисковых условиях. Для того, чтобы мы разработали новые какие-то направления перспективные, тот же Санкт-Петербург, необходимо время, чтобы раскатать рейс. Как правило, с практики работы аэропорта, раскатка рейса, оценки специалистов занимает от полутора до двух лет. Поэтому в 2011 год он получился с убытком, когда начали раскатывать рейс, и эта информация отражена в отчете контрольно-счетной палаты. По 2012 году было принято решение дальше это направление не развивать, поскольку дефицит денежных средств и так был существенным. По словам Андрея Жданова, дефицит денежных средств, который имеется у аэропорта, сегодня невозможно заместить вновь привлекаемыми кредитами. Новому руководству предприятия не удалось договориться о сотрудничестве ни с одним из местных кредитных учреждений. Остается только один вариант спасения. Мы выдвигаем в качестве предложения рассмотреть правительство Кировской области, оказание содействия в решении вопроса о финансировании текущей деятельности предприятия, а также рассмотреть возможность и объем оказания государственной поддержки аэропорта «Победилова» в форме предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с содержанием и развитием аэропорта «Победилова». В следствии этого необходимо подготовить нормативную правовую базу для оказания государственной поддержки. По предварительным оценкам, объем государственной поддержки на 2013 год, с учетом реализации инвестиционных проектов, а также с учетом тех высоких процентных платежей, которые на сегодняшний день есть в составе финансовых расходов, объем дефицита может состоять не менее 250 миллионов рублей. Уже на следующей неделе будет создана рабочая группа, в которую войдут представители департамента финансов, департамента госсобственности, а также департамента дорожного хозяйства. К середине марта члены группы должны разработать первичный проект бюджета авиапредприятия и меры по его финансовому оздоровлению. На неделе в экономической жизни нашей области было много и позитивных новостей. Так, например, наш регион был успешно представлен в Российской торгово-промышленной палате. На презентацию пригласили представители крупных зарубежных и российских бизнес-структур. Возможность составить первое впечатление о Кировской области гостям мероприятия представилась еще до официального открытия. В фойе Конгресс-центра торгово-промышленной палаты на один день развернулась целая выставка. Экспозицию с информационными стендами о промышленности и экономике региона наглядно дополняла продукция заводов Кировской области и живописный уголок с изделиями вятских мастеров. На презентации много говорили о новых и весьма перспективных инвест-проектах. В их числе Вятка Биополис – фармацевтический кластер по производству лекарств с использованием нанотехнологий. Из других важных разработок наша область представила проект окружного центра геоинформатики на базе Центра космических услуг. Еще одним стратегическим ресурсом региона можно считать нефтедобычу. У нас продолжается очень неплохо разведка нефти на территории северных районов области, прежде всего в Белохолунинске, Мурашинске и Нагорске районы. Потому что те инвестирования, которые делались еще в 60-е годы, они не обладали соответствующими мощностями, которые есть сейчас. В принципе, лекарства предварительных, которые показывают, она показывает величие нефти, вопрос, собственно говоря, в объемах этих запасов. Еще один важный ресурс нашей области – туризм. Самые перспективные проекты – уже открытый котельнический динопарк и готовящийся к строительству детский космический центр. Но насколько привлекательный в инвест-партнерстве показался наш регион, покажет время. На неделе главный федеральный инспектор по Кировской области Фердуис Юсупов дал эксклюзивное интервью нашей телерадиокомпании. Его фрагменты мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Беседу провел Владимир Семенов. Владимир Семенович, прошел год вашей работы в должности главного федерального инспектора по Кировской области. Что вы считаете главным итогом работы за этот год? Это организация проведения совместно с правительством, с партиями, выборов президента Российской Федерации. Вторая ключевая мероприятие области – это выборы глав муниципальных образований, главных сельских поселений. Это два политические мероприятия, которые предупредили содержание и основные направления деятельности аппарата главного федерального инспектора. Мы изменили подходы к формированию приема граждан. Достаточно активно мы включились в реализацию мониторинга мероприятий, связанных с федеральными программами на территории Кировской области. И еще ряд направлений деятельности – это, конечно, активное участие и в организации работы комиссии по обманутым должникам. Здесь достаточно напряженная работа вместе с заместительным представителем правительства. И еще одна ключевая составляющая – мы постарались максимально объединить или сплотить федеральные органы исполнения власти. А что Вы думаете о прошедших событиях в нашем регионе в последние недели? Я имею в виду и обыски у губернатора, и вызов его на допоросу в Следственный комитет России, и попытки депутатов Законодательного собрания выразить в этом недоверие. Я выскажу мнение Михаила Викторовича и Бабича. Независимо от ранга должно сходиться, следственные органы делают свое дело. Как не раз декларировалось, если есть подозрения, они должны проверяться. Поэтому и ведется следственное действие в отношении губернатора Киевской области. По окончании этой работы будут приниматься процессуальные решения. Если подозрения подтвердятся, это будут одни решения. Если не подтвердятся, другие. Трагедии в этом никакого нет. Работа идет, и всем понятно, что она будет продолжаться. Это достаточно емко, предметно. И самое главное, ведь Никита Юрьевич Белых тоже об этом говорит. Никакой политизации следственные органы выполняют свои задачи, выполняют свою работу. Вы удовлетворены ли вы итогами контрольно-надзорной деятельности в нашей области федеральными органами исполнительной власти в прошедшем году и их взаимодействием с органами местного самоуправления? Здесь надо понимать, какие проблемы существуют в муниципальных образованиях. Был в Подосиноце, как обычно, в встрече с руководителями федеральной структуры, работающих на территории Подосиноцкого района. Мне заходит глава и говорит, Федерат Сангельевич, очень просят главы сельских поселений с вами встретиться. Открывают там человек, наверное, 12, стоят и говорят, следующее, примите нас в присутствии главы муниципальных. Очень много предметных, нужных вопросов поставили. Сегодня передо мной и перед чиновниками, потому что формальное выполнение закона, это не есть, наверное, правильно, нужно исполнять закон. Но в первую очередь профилактическая работа. Ведь, смотрите, этот вопрос стоял и на уровне президента Российской Федерации. В соответствии с решением Совета полномочного представителя президента, сегодня создан конституционный орган, который будет ежеквартально анализировать ситуацию, связанную с контрольно-надзорной деятельностью на территории нашей области и будет представить информацию об общении для полномочного представителя президента, для координации деятельности в этой части. Руководители органов местного самоправления, они жаловались на то, что полномочия перераспредвигли, их стало там не 9, а 40, а не все профинансированы. Вот как быть-то? Я с вами соглашусь. Когда один из руководителей Федеральной институты выносит решение, бюджет которого превышает несколько раз бюджеты муниципального образования, ну, наверное, это неправильно. Раз уже на уровне президента эти вопросы подняты, да, будут вноситься и сочетающиеся изменения в действие законодательства, есть конкретные предложения, они сегодня прорабатываются. Это говорит о серьезности проблемы. Вот этот дисбаланс, он должен быть реквинирован. Да, 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 безусловно. Год 2013 объявлен у нас годом предпринимателя. А как дальше, на ваш взгляд, будет или должно развиваться взаимодействие между властью и бизнесом? Было подписано совместное соглашение, да, между правительством Кирсковска и общественным объединением предпринимательства, да, где включены целый комплекс вопросов, которые должны найти разрешение на территории нашей области. Это и положительное формирование общественного мнения по отдельности предпринимателя, формирование негативного отношения к недобросовестным предпринимателям, это повышение гражданской активности предпринимателей. И многие вопросы, которые нашли отражение, они очень важны сегодня. Это наше будущее, и, безусловно, надо делать все для того, чтобы реализовать те пункты соглашения, которые сегодня подписаны между правительством и сообществом. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Подозревается в мошенничестве владелец нескольких городообразующих предприятий Яранска наконец попал в поле зрения правосудия. Улица как музей, музей как улица. Если человек не спешит познакомиться с лучшими образцами современного искусства, то искусство придет к нему. Наш проект недели. В эфире итоговый выпуск «Вести Кировской области». Мы продолжаем. На неделе кировские полицейские сообщили о возбуждении очередного громкого дела. Владелец трех крупных предприятий города Яранска подозревается в присвоении 110 миллионов рублей. Эта новость, пожалуй, мало кого удивила, в отличие от прежних громких расследований. Последние два года Николай Ганжело не раз был главным фигурантом наших проблемных репортажей из Яранска. Чаша терпения жителей города переполнилась в 2011 году. Они разместили в интернете прямое обращение к президенту с просьбой спасти Яранск от разорения. Более того, жители Яранска даже собирали подписи на проведение референдума о присоединении Яранска к республике Мариэл. А владелец умирающих градообразующих предприятий тем временем сохранял олимпийское спокойствие и почему-то мало интересовал правоохранительные органы. Но в итоге справедливость все-таки восторжествовала. Яранские хроники в материале Ивана Швецова. Февраль 2012 года. Бывшие работники некогда процветающего яранского молочного комбината впервые за последние два года получают зарплату. Ее им должны были выплатить еще в 2009 году. Комбинат давно не работает, однако 200 человек до сих пор числятся его сотрудниками. После прямого интернет-обращения жителей Яранска к президенту в ситуацию наконец вмешались надзорные органы. 3,5 миллиона рублей – первый шаг к погашению 10-миллионной задолженности по зарплате. Конкретные сроки пока не установлены. Пока гасится 9-й год, в дальнейшем будут погашаться задолженности за 10-й, 11-й, 12-й годы. Еще хуже дела у двух других предприятий. Яранский спиртоводочный завод также задолжал своим работникам 2,5 миллиона рублей. А яранский хлебокомбинат продан бывшим собственникам по рекордно низкой цене. Денег не хватает даже на выплату зарплаты. Но все эти предприятия – частная собственность. А потому ни у области, ни у местных властей нет рычагов воздействия на руководство этих предприятий. Мы на этот имущественный комплекс по иранскому молокомбинату десятки раз приводили людей, которые готовы были его принять, взять, приобрести и развивать. К сожалению, позиция собственника была такая – нет, мне это не надо. Собственно, механизмов физического отъема собственности нет. Почему у нас сегодня проходило совещание, здесь сидела прокуратура, судебные приставы, милиция, Федеральная служба безопасности, налоговая. Все, следственный комитет. Нет механизмов изъятия собственности. Собственник – это владелец заводов Николай Ганжела. Он присутствует на встрече с представителями аппарата полпреда президентов ПФО, губернатором и главным федеральным инспектором, но, как обычно, невозмутим и спокоен. Но на встречу с общественностью иранской прийти не решился по понятным причинам. У меня тут, Никита Юрьевич, Ганжела был сегодня, он и не был. Был. Остался жив. Он обещал, через полмесяца мы привезем оборудование сухое, потом через полтора месяца будем выпускать водку. Савельевич, можете мне не оставить, обещать, он не умеет, это тут гадалки. Водку. А дальше проходит три месяца, я прохожу Елена Борисовна, где водка? У меня резко негативное отношение к этому персонажу. Я за три года своей работы здесь с ним встречался раз 5-6, каждый раз обещания, клятвы, заверения. Я сказал, фиксируем конкретные обязательства, которые взял на себя уважаемый Николай Семенович. В плане погашения задолженности по заработной плате иранского молокомбината и иранского СВЗ до 18 февраля, до конца этой недели. Год назад позиция представителей аппарата полпреда президента после всех встреч в Яранске была однозначна. Решением острых социальных и экономических проблем займется руководство страны. Местные власти должны позаботиться о других, не менее важных отраслях развития района. И вот спустя год ситуация пришла к своему логическому завершению. В отношении владельца трех иранских предприятий, спиртоводочного завода, комбината молочных продуктов и хлебоприемного предприятия, предпринимателя Николая Ганжелы, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере». Ганжела ввел в заблуждение руководителей и работников этих предприятий, в результате чего были взяты кредиты на десятки миллионов рублей. Кредиты были переведены на счета подставных фирм, якобы для приобретения в различных случаях стеклотары для иранского спиртоводочного завода, мазута для комбината молочных продуктов и зерна для иранского хлебоприемного предприятия. Ни стеклотары, ни мазута, ни зерна предприятия так и не получили. Куда ушли деньги, пока неизвестно. По предварительным данным общий ущерб составляет 110 миллионов рублей. В настоящее время проводятся обыски. Обыски уже проведены в офисе фирмы, где раньше располагался ООО «Холдинг Вятвод Спирт» фактическим руководителем и учителем, который являлся Ганжела. Проведены обыски у него дома, в одном из коттеджей, расположенных на территории Кировской области. Изъяты документы по движению денег именно в этот период. Сейчас бизнесмен Николай Ганжела находится на свободе под подпиской о невыезде. Вполне ожидаемый результат эффективной, в кавычках, управленческой деятельности данного гражданина. Ну а некогда богатый купеческий город Яранск ждет новая страница истории. И многое придется начинать с нуля. Иван Швецов, Вести, События недели. Улица как музей, музей как улица. Если человек не спешит на новую выставку, познакомится с лучшими образцами современного искусства, то искусство придет к нему. Причем в буквальном смысле слова. На остановку общественного транспорта в развлекательный центр или супермаркет. Такова идея проекта самарских художников, который на неделе добрался и до Кирова. Сможет ли живопись, показанная в неожиданном контексте, стереть границы между повседневностью и искусством? Давайте посмотрим репортаж Миланы Поварницыной. Современное арт-искусство. Городской житель привык созерцать на выставках и в музеях. Сегодня сквозь привычное пространство улицы прорвались яркие образы, которые созданы художниками из разных стран. Всего в городе появилось около 20 таких стендов. Плакаты размещены в особой рекламной роллерной конструкции, где каждый постер показывается не более 15 секунд. Но всматриваться долго в произведение искусства, как в музее, уже не получится. Достаточно ли этого времени, чтобы не кричащая реклама, а не обычный образ запал человеку в подсознании и запомнился ему? Так, например, название картины Виктора Скерсиса «Бипедальность» обозначает передвижение животных на двух ногах. Его работы – это смешение и реальных вещей, когда грань между реальностью и фантазией становится особенно зыбкой. А художник как бы призывает взглянуть на мир иронично и весело. По статистике, один такой постер просматривает 5000 зрителей в месяц. Какие идеи бродят в гуще современного искусства, для многих жителей так и осталось тайной за семью печатями. – Что-то успели понять за это короткое время? – Не совсем. – Видела мышцы. – По-моему, там был какой-то человеческий орган или что-то вроде такого. Или какая-то непонятная картинка была. – Слишком много сейчас рекламы, и всего она как-то потерялась на этом фоне. Мне кажется, похоже на что-то такое печатное, газеты, вот это вот. Я бы не стала обращать внимания. Авторы проекта Нелли и Роман Коржовы на творческой встрече рассказали, как зародился проект. Их всегда волновал вопрос, как не столичную ситуацию сделать столичной и создать среду единомышленников. Найти новые формы коммуникации со зрителем они смогли в 1999 году. В целом, за время работы проекта было показано около ста произведений художников России и стран зарубежья. – Это значит, они вплетаются в вашу повседневную жизнь. Вы идете в булочную или едете на работу, видите произведение автора на том месте, где обычно висит реклама, где, собственно, вас постоянно провоцирует как-то стать потребителем. А здесь ситуация диалога, когда вы неожиданно сталкиваетесь с произведением, которое задает вам вопрос. Например, вот Юрий Альберт там спрашивает, что вы думаете об искусстве. Или пытается с вами поговорить в ироничной форме, не настаивая на том, что это безусловно хорошо. А он говорит, что это тоже вопрос. Искусство не для того, чтобы на него смотреть, а оно для того, чтобы о нем думать. Среди картин, которые призваны создавать непрерывное культурное пространство в Кирове, есть говорящие о самых простых вещах. Например, работа Марины Фоменко отражает течение времени. А картина Янна Бергмана «Пикассо на луне» словно вырезка из газеты адресует зрителю фрагмент интервью с живым Пикассо. Этот проект художника уже озадачивает и подталкивает проверить свои знания. Лично я для себя выбрал, что искусство должно воодушевлять. Если мы идем по улице и видим красивый какой-то плакат, картину или просто хорошо где-то у человека, и нам становится от этого хорошо, значит, это должно существовать. Это должно быть, даже если нам это не очень нравится, то это уже есть. Появление ярких по художественному языку объектов современного искусства раскрасило обыденную городскую среду. Какие мазки останутся незаметными, а какие придадут динамичность и новизну, покажет время. Милана Поварницына, Иван Швецов, Владимир Подлевских, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей». Эту знаменитую фразу классика советской поэзии творчески переосмыслил народный умелец из Нижней Ивкина Анатолий Серебренников. И решил из гвоздей делать портреты людей. Сейчас в его доме можно открывать целую галерею из знаменитостей. Последняя работа была закончена буквально на этой неделе, к 140-летию со дня рождения Федора Шаляпина. На создание портрета ушло 7 450 гвоздей, шурупов и саморезов. А в качестве образца был использован портрет великого певца, выполненный Серовым. Живописная работа находится в Третьяковской галерее. Тот стиль, та мода, тот наряд. Брюки выделены отдельно. Вот сюридук длинный, концертный отдельно. Вот рубашка жабо, значит бабочка. Все это запечатлено отдельно. И рука на поясе. Если мы поближе посмотрим, поближе посмотрим, подойдем, то мы увидим, что вот здесь запонки, запонки сделаны из позолоченных гвоздей. Кстати, гвозди для запонок и улыбки Шаляпина прислали мастеру-поклонники его творчества из Германии. Свой творческий стиль автор называет порывом души. Во дворе и доме Анатолия можно увидеть диковинные скульптуры, а также памятники копейки, картошки-кормилицы и огурцу-молодцу. Такой порыв души сегодня наш тренд недели. И на неделе в Кирове весьма оригинально отпраздновали Международный день всех любленных. Небывалое зрелище, плакаты с сердечками и другие валентинки 14 февраля можно было наблюдать у здания областного правительства. Неполитическую акцию любви и дружбы организовали в поддержку губернатора Никиты Белых и его сторонники. Репортаж Миланы Поварницыной. Работники культуры, образования и просто жители Кирова пришли сказать спасибо за перемены в нашем регионе. Губернатор у нас часто бывает, он записан в нашу библиотеку. И вот это говорит о его доступности, демократичности, о желании участвовать с работниками культуры вместе в этом общем процессе строительства новой нашей жизни. Жители Кирово-Чепецкого района собрали целую делегацию, чтобы еще раз показать, что у губернатора много сторонников. В числе тех, кто поддерживает Никиту Белых, сегодня много и молодых людей. Я считаю, что вот те люди, которые решили там высказать какое-то недоверие губернатору, во-первых, не предоставили никаких обоснований четких, да, сколько бы я ни смотрел. Никита Юрьевич, это человек, один из небольшого количества наших чиновников, которые заинтересованы не просто в процессе, а в результате. И в результате именно направленном на население. У каждого из жителей города были свои аргументы за, чтобы прийти. Для кого-то это строительство Ледового дворца, театра кукол или тот факт, что Никита Белых хорошо знает историю нашей области и занимается краеведением. Меня он очень устраивает. И почему устраивает? Потому что это преданный, настоящий, можно сказать, кировский пацан. Потому что он живет для нас. И когда мне говорят, и нам объясняют, что извините, пожалуйста, а вот мы хотим поуправлять, а что им мешает сейчас в данный момент помочь ему, поддержать его, а не гадить. А просто-напросто давайте мы все вместе поддержим этого человека. Да! Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы сегодня и завершим обзор самых заметных событий недели. И по традиции о погоде. Юля, что же нам говорят синоптики? Синоптики обещают теплый южный ветер и довольно-таки комфортную погоду для поездок за город. Ночью в городе и по области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в Кирове минус 11, минус 13, по области минус 10, минус 15. Днем такая же облачная погода, без осадков. В Кирове минус 4, минус 6, по области минус 3, минус 8. Относительная влажность 76%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok